Полина Лаврова работает врачом ультразвуковой диагностики в Видновской детской поликлинике. С помощью УЗИ довольно легко можно диагностировать нарушения работы органов пищеварения, в том числе связанные с неправильным питанием. В первую очередь у детей, которые страдают проблемами с пищеварением, мы определяем структуру поджелудочной железы. Да, может быть увеличена поджелудочная железа, может быть изменена ее структура. Также обязательно мы определяем состояние желчного пузыря. Правильно сбалансированное питание особенно важно для детей. Растущий организм нуждается в витаминах и минералах, которые содержатся в овощах и фруктах. Думаю, что питать правильно – это очень важно, чтобы хорошо себя чувствовать, не болел живот. Важный момент – приемы пищи должны происходить через равный промежуток времени. В школах стараются сбалансированно кормить детей. То есть обязательно на завтрак дети употребляют каши, молочные продукты, кисломолочные продукты. На обед обязательно первое, второе. В летний период возникает повышенный риск отравлений, связанных с неправильным хранением продуктов или отсутствием личной гигиены. Родители должны внимательнее следить за тем, что и где ест их ребенок. Следить, чтобы у детей были чистые ручки, следить за тем, чтобы продукты хорошо обрабатывались. То есть стараться избегать овощей и ягод с грядки, все-таки промывать их водой. Детям давать пить бутилированную воду, избегать попадания воды из открытых источников в водоемах, потому что в жаркую погоду велик риск заразиться кишечными инфекциями. А самое главное – знать во всем меру. Это касается как детей, так и взрослых. Дмитрий Книев, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.